МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свои блоги о нефтяной промышленности ведут ребята из Краснокамска, Александровска, из села Верх-Юсьва, ну и, конечно, из Перми. И последний вопрос. Блогеры и журналисты конкуренты или нет? Блогеры знакомятся с журналистами. Для всех школьников, кому интересна работа с информацией, Юнпресс проводит семинар «Молодежное открытое медиапространство». Спецприглашения получили участники телевизионного проекта «Дружба с заводом». Мне, как будущему журналисту, очень интересно окунуться в эту атмосферу и познакомиться поближе, может быть, с кем-то из юных журналистов, что они умеют, что мы умеем, и как-то может обменяться опытом. Интерес проявили даже ученики заочного отделения нашей блогерской школы. Матфей Сапун приехал из Александровска, а Лиза Калмыкова – из Краснокамска. В школе знают о том, что тебе интересно журналистикой, блогерство, и как тебя поддерживают? Ну, все знают мои одноклассники, даже старшие классы знают. Они подходят ко мне, обнимаются со мной, даже кто-то попросил у меня фотограф. Ребята знакомятся с нефтяной промышленностью, а заодно проходят мультимедийную практику. Их лица часто можно увидеть в эфире нашего телеканала. Кто-то из юных блогеров всерьез задумывается о работе на ТВ. А тобой что, интересно? Твое, ну, конечно, интересно. Если бегать, бегать, прыгать, искать, что-то снимать. И все, до конца дня, доводить себе. Ух, справились. Записать стендап пока удается не с первого дубля. Зато ребята с легкостью проводят интервью. На каждом мероприятии их можно увидеть с нашим микрофоном. Скажите, пожалуйста, что вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Новых знакомств, каких-то новых знаний в журналистике. Я не умею. А еще она хочет путевку в Артек. Да, я хочу в Артек. Как попасть в Артек, да еще и в медийный отряд? Наши блогеры смогут узнать об этом не с первых уст, а тех, кто отправится на Крымский берег уже этим летом. Вот они, счастливчики. На семинаре журналистам вручают их артековскую униформу. Наши блогеры не упускают возможности записать интервью с лидерами юнкоровского движения. Если ты будешь как-то стараться, если ты выпустишь какой-нибудь хотя бы один хороший материал, то по мне можно попасть в Артек. Блогеры и журналисты конкуренты или нет? Я не считаю, что они конкуренты, потому что блогерство, журналист, ну, то есть, журналистское дело, это средство для достижения какой-либо цели. То есть, это уже твой выбор, как ты будешь доносить свои идеи, что ты будешь рассказывать миру. На семинаре ребята узнали о том, как получить пресс-карту и как попасть на пресс-конференцию к президенту, а также познакомились с действующими журналистами. Вот Екатерина Вахмянина, главный редактор сетевого издания 59.ру, делится подсказками, с чего начать и в каком направлении стоит развиваться юным талантом. Если говорить, например, о том же блогерстве сегодня, это отчасти, возможно, тоже является будущим, потому что люди начинают давать какой-то контент уже не определенной массе, а своим знакомым, своим подписчикам и журналистика будет, и блогерство будет. Возможно, это будет перетекать одно в другое, но я думаю, что это только к лучшему. Главный редактор газеты «Бизнес-класс» рассказывает о том, как подготовиться к интервью. Для наших блогеров этот эксперт представляет особый интерес. Кто смотрит «Ветту», тот знает. Вадим Сковородин, также ведущий рубрики «Книжная полка» на нашем телеканале. Такой вопрос. Кем вы мечтали быть в детстве? Журналистика. Я выбрала у меня что-то случайное. То есть там целое время нас с студентами «Кист-факом» пригласили попробовать себя в качестве челлен-журналистов. Ну и вот пришли, позвали. Мы пошли там, нас было 10 человек. Трое из нас осталось работать на телевидении. Теперь участникам проекта «Дружба с заводом» необходимо сделать пост. Каждую неделю наши ученики получают новое блогер-задание. Ребята публикуют новости в своих заводских блогах и составляют отчеты о том, сколько лайков удалось получить. У тебя появились какие-то подписчики, которые стали прямо с тобой наблюдать? Все на тебя подписались, стали твоими фанатами? Не знаю. Я вообще сейчас продаю вот эти лизуны, слаймы. У меня появляются подписчики тоже. Меня это все время пишут в дирекции. Меня спрашивают, лайкают мои. И это тоже постоянно. Мне нравится очень. Клево. Мария Белых не только блогер. Она также пробует свои силы в тележурналистике. На этой неделе Машу можно было увидеть в проекте «Погода онлайн». Она подготовилась в прямом смысле этого слова. Пришла в меховых наушниках, чтобы предупредить зрителей об арктическом вторжении. Остальные ребята тоже мечтают выйти в эфир. И уже запланировали подежурить в летние каникулы. Сегодня 23 мая. Всемирный день черепах. Да, действительно, черепашими шагами к нам приходит леток. Илья Шурупов побил все рекорды. Он участвует в проекте «Погода онлайн» в пятый раз. На груди эмблема нашего телеканала старого образца. Можно сказать, музейный экспонат. Илья верит, что значок приносит удачу во время контролев. Да и перед каждым эфиром тоже его надевает. Если предложить быть ведущим «Погода онлайн», окей, я согласен. Самые преданные подписчики – это, конечно, родители. Своими впечатлениями о проекте «Дружба» с заводом делится папа Даша Комиссаровой, который, между прочим, тоже является нефтепереработчиком. Ребенок стал больше интересоваться той работой, которой занимаюсь я, той работой, которой занимается наша мама. А мама у нас тоже работает, у нас это предприятие инженера-колога. И ребенок становится более общительным. В школах при Камье уже прошли последние звонки. Но блогеры не спешат уходить на каникулы. Впереди много интересного. Неожиданно наши герои получили приглашение на встречу с министром образования и науки Пермского края. Ребята немного волнуются. Большинство из них видели министров только по телевизору. Министр образования – это такое достаточно серьезное и грозное словосочетание. Поэтому, когда я его слышу, мне представляется серьезный и высокий человек в пиджаке и с галстуком, который там с кучей бумаг и ручками постоянно что-то записывает, ворчит. Даже чуть страшный от своей серьезности. Вживую мне не доводилось Раису Алексеевну увидеть, но в инстаграме я видела ее посты о самых актуальных событиях города Перми. А министры не ходят в детский сад? Не ходят. А может быть есть какие-то министры, которые все-таки ходят в детский сад? Нету. Ты уверен? Да. Встреча с министром проходит в необычном формате. В спортивном зале школы номер 32. Оказывается, у Раисы Алексеевны Кассиной есть секретное хобби. Она любит стрелять в тире. Меня интересует, как у вас появилось увлечение стрельбой? Все очень просто. На самом деле, в девятом классе начался предмет НВП. Это начальная военная подготовка. И я пришла в зал стрелять. С первого же раза я выстрелила 50 из 50. Меня взяли сначала в команду школы. Я тренировалась много. Потом в команду города. Потом в команду Пермской области. Целеустремленность и сосредоточенность – одни из самых важных качеств, чтобы добиться успеха. Хотя, конечно, Раиса Алексеевна даже и не думала, что станет министром. Это химико-химико. Первое образование – биолог-химик. А вот у меня вопрос. А в чем именно вы специализируетесь? Какая область биологии? А, конечно, я сейчас биологией не занимаюсь. Я занимаюсь педагогикой, я занимаюсь менеджментом. Я биологией не занимаюсь. Но когда я училась в университете, я заканчивала не педагогический университет, а классический университет. У меня была чистая биология. Я занималась генетикой растений. Каждый блогер мог записать интервью с министром. Ребята интересовались, какой будет школа через сто лет, и зачем на ЕГЭ установлено видеонаблюдение. Были и неожиданные вопросы. Раиса Алексеевна, скажите, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы всегда оставаться такой красивой? Спасибо тебе за вопрос. Уроки в школе блогеров не проходят даром. За время нашего проекта ребята сделали десятки публикаций, а участники из 10-й IT-школы создали свой собственный школьный YouTube-канал. Самое время. Мои ребята выросли. Они, самое главное, приобрели мотивацию. Они сейчас, мне кажется, не пропускают ни одного молодежного мероприятия. Их не нужно уговаривать. А давай сходим туда-то, да? Они сами меня приглашают, говорят, Мария Игоревна, сегодня будет то-то и то-то, завтра то-то и то-то. Приходите. Я просто уже, знаете, наблюдатель. Я смотрю у них вот прямой эфир. Эксклюзивные материалы интервью с министром уже опубликованы в заводских блогах наших ребят. И если вы являетесь их подписчиками, то наверняка видели эти фото и поставили лайк. В конце мы подведем итоги и выберем лучшего ВКонтакте, в Инстаграме и в Ютубе. Подписывайтесь на группу Дружба с заводом и следите за новостями проекта.